Горожанам нельзя посещать учреждения культуры, значит учреждения культуры придут к нам домой. Первый день режима онлайн работы, культурный понедельник. Мероприятия начались с 8 часов утра и продолжатся до 21 часа. Вот перечень мероприятий на сегодняшний день. Разнообразие впечатляет, не так ли? Каждый час каждое учреждение культуры предлагает свою интересную программу. Проснулись? Тогда вам на зарядку вместе с артистами театра «Куколсказ». Эй, лежебоки, все вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем, все готовы. Начинаем, все здоровы? Я не слышу, все здоровы. Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились, начнем и все вместе подпоем. Затем дневные активности и онлайн-экскурсии, обзоры книг для разных возрастов, и видеожурналы, и уроки, и мастер-классы по рукоделию, и даже онлайн-дискотека. Свою образовательную программу предложила и Свердловская государственная филармония, присоединившись к проекту учреждений культуры Новоуральска. Как видим, интересное занятие найдется для всех. Можно, не выходя из дома, познавать мир, учиться рисовать, мастерить, слушать и смотреть сказки, читать книги, посетить экскурсию, послушать музыку. Роль сферы культуры в новых реалиях заметно возросла. Духовность, душевность, высокий культурный уровень, тяга к прекрасному, познание искусства – все это сохранится, все это будет продолжено, несмотря на все ограничения. Расписание культурных мероприятий и ссылки на них размещены в группе отдела культуры ВКонтакте и Фейсбуке. Они будут пополняться ежедневно. Альбина Бабкова и Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.